Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 апреля. Житие преподобного Отца нашего Исаака Сирина. Святой Григорий Двоеслов, Папа Римский, в своем диалоге с диаконом Петром рассказывает следующее о Святом Исааке. Во времена древних готов, близ города Спалета, жил весьма праведный муж по имени Исаак. Он пробыл здесь до конца владычества готов, и его знали многие жители Рима, приблизительно до начала второй половины VI века. Из них особенно чтила Святого Исаака одна девица, Григория, жившая в Риме при храме Пресвятой Богородицы. В одни своей юности Григория была обурчена, но когда настало время бракосочетания, она поспешила в церковь, желая получить иноческий образ. Преподобный Исаак избавил Григорию от родственников, хотевших силой извлечь ее из церкви, и при содействии Божьим постриг ее в инакине. Таким образом, Григорий, презреж земного жениха, удостоил обручения небесному. О Святом Исааке Святой Григорий Двоеслов узнал особенно много о честного отца Елисерия, находившегося в близких отношениях с преподобным. И то, что он передавал о Святом Исааке, вполне подтверждалось другими сведениями о его жизни. Святой Исаак был родом не из Италии, но мы опишем здесь лишь те чудеса, которые он соделал в этой стране. Когда преподобный Исаак пришел из Сирии в Палетто, то он прежде всего вошел в церковь. Здесь он попросил панамарей разрешить ему молиться в церкви столько времени, сколько он хочет. Хотя бы даже он пожелал остаться на ночь в храме, когда уже будут закрыты церковные двери. И став на молитву, он без отдыха провел в ней двое суток с половиной. Заметивая это, один из панамарей, отличавшийся гордостью, последняя и довела его до согрешения. Возбудил в нем несправедливое негодование на преподобного, начал поносить святого Исаака бранными словами, называя его лицемером, притворно молившимся почти трое суток для приобретения известности. Затем, подойдя к преподобному, он ударил его по щеке, требуя, чтобы тот, как лицемер, оставил с бесчестием храм. Плача же этого панамаря постигла наказание. По Божьему попущению на него внезапно напал нечистый дух, и, причиняя ему сильные мучения, поверг его к ногам Божия человека с криком «Исаак меня изгонит!». Никто до этого объявления имени нечистым духом не знал, как называется странник. Преподобный наклонился над мучимым, и его тот час оставил нечистый дух. Весть о происшедшем в церкви быстро разнеслась по городу, и тот час мужи и жены, богатые и бедные, поспешили ко храму, чтобы пригласить в свой дом угодника Божия. Одни обещали ему устроить монастырь с телами и имениями, другие желали его снабдить пищей, всем необходимым для жизни. Но раб всесильного бога отринул все обещания, предлагавших. Выйдя из города, он нашел недалеке пустынное место, где создал себе маленькую келью. Всегда к нему стало стекаться много народа. Видя его добродетельное житие, некоторые из приходивших возгорели с любовью к вечной жизни, и под руководством преподобного посвятили себя исключительно на служение богу. Таким образом создался монастырь. Когда ученики святого Исаака просили его, чтобы он ради монастырских нужд принимал приносимые ему дары, то он, твердо сохраняя нищелюбие, отвечал, «Монах, приобретающий имение, уже не монах». Он также боялся утратить свою нищету, как богатые скупцы опасаются потерять свои сокровища. Святой Исаак был одарен духом пророческим. Благодаря своим чудесам и своей сиявшей как свет добродетельной жизни, он сделался известен всем жителям той страны. Однажды, когда день уже склонялся к вечеру, он велел братья бросить в огород все заступы, какие только имелись в монастыре. И когда на другой день братья встали для утреннего молитвословия, преподобный сказал, «С восходом солнца приготовьте для наших работников пищу». После того, как в указанное время была приготовлена пища, святой Исаак велел захватить ее и отправился с братьей в огород. Здесь они нашли столько работников, сколько вечером было брошено заступов. Последние были воры и проникли в огород с целью грабежа. Но, войдя в него, они оставили свое дурное намерение. Издяв находившийся здесь заступа, начали работать с первого часа, когда проникли в огород, до времени прихода к ним преподобного. За это время они вскопали всю невозделанную в огороде землю. Подойдя к ним, святой Исаак сказал, «Радуйтесь, братья! Оставьте работы, потому что вы много потрудились за ночь». Отдав им принесенную с собой пищу, он просил их подкрепиться и отдохнуть от трудов. Когда они насытились, преподобный обратился к ним с такими словами, «Оставьте с этого времени всякие поползновения к совершению дурных дел. Если вам понадобится что-нибудь из огородных растений, то входите открыто, просите нужного и берите с благословением. Воровство бросьте!» Потом преподобный приказал собрать им столько ярового хлеба, сколько они желали. Таким образом, вошедшие в огород с дурным намерением, отяготившись грехом душу, удалились из него без греха, с благословением, неся награду за свой труд. В другое время к святому Исааку пришли какие-то странники, одеты в ветхое рубище, и просили у него одежды. Велев им немного обождать, преподобный призвал одного из своих учеников и сказал ему тайно, «Поди в рощу за монастырем, там в одном месте есть дерево с дуплом. Те одежды, которые найдешь в нем, возьми и принеси сюда». Брат отправился, куда было указано, и, поискав действительно, нашел в дупле спрятанные одежды. Захватив, он отдал их наедине учителю. Получив одежду, угодник Божий отдал их странникам со словами, «Так как вы наги, то вот возьмите и оденьте». Они взяли и узнали в одеждах свои собственные, нарочно спрятанные ими. Их объял великий стыд, потому что, думая обманом получить чужую одежду, они принуждены были принять свою. Случилось также, что один благочестивый человек послал преподобному со слугой две корзины с яствами, прося святого помолиться о нем. Слуга одну корзинку прятал дорогой, а другой принес угоднику Божию, передав просьбу пославшего. Молча, приняв корзину, святой Исаак затем дал такое наставление слуге, «Я приемлю дары, ты же смотри, прикасайся осторожней к скрытой тобою на пути корзине». В нее влезла змея, и если ты, не остерегшись, протянешь руку, она ужалит тебя. Эти слова сильно усцедили слугу и возбудили в нем, с одной стороны, боязнь, а с другой – радость при мысли, что узнала змея, от которой мог бы умереть. Так повествует святой Григорий двое слов о преподобном Исааке-сирианине. От него сохранилась книга подвижнических слов, заключающая в себе весьма полезное наставление для иноков. За свою жизнь он и сам удостоился от Бога в Писании в книгу жизни вечной. И сонном святых предстоит одушевленному Слову Отчу, Христу, Сыну Божию, и Мужество Отцом и Святым Духом. Слава вовеки! Аминь! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Слава вовеки!